К намастям из юга Казахстана. Обмеление реки Сардарьи и озера Камыст-Бас грозит экологической и экономической катастрофой для Казалардинской области. Заслуженно признанной водоемом самой чистой водой в Казахстане озеро Камбаш единственный источник дохода для жителей четырех прибрежных аулов. Рыбный промысел на нем может исчезнуть, равно как и животноводческий. Закроется курортно-туристическая зона отдыха и детский пансионат. Моя коллега Шарипа Сахтапова лично убедилась, Камбаш под угрозой обмеления. Почти на 300 метров от своей основной береговой отметки за последние два года отошли воды озера Камбаш. Вместе с водой уходит и рыба, бьют тревогу местные жители. Вместе с тем более 45 предпринимателей на береговой зоне в этом году не смогли заработать ни копейки. Зона отдыха была закрыта на карантин. Запрет на купание продлили и в послекарантинный период. Хотя загорать на золотом песке Камбаша местный климат позволяет до поздней осени. Причина в обмелении озера. Предприниматели опасаются повтора сценария. Вместе с Камбашом испаряются и будущие курортные зоны, которые в год посещали более 200 тысяч туристов. Если и на следующий год будет аналогичная ситуация с водой, мы не сможем тогда принимать здесь отдыхающих. И все эти строения, построенные на кредитные средства, просто придется сносить. Такая же участь ожидает и детский пансионат отдыха, построенный на 2 миллиарда 150 миллионов тенге. Потому что жизнь здесь напрямую зависит от воды. Жизнеспособность Камбаша напрямую зависит от главной водной артерии – реки Сырдари. В зимний период, как правило, оттуда в озеро спускают миллионы кубов воды. Но в этом году наплыва большой воды не было, рассказывает Акимаула. Если и в предстоящую зиму из Сырдари в Камбаш не зальют воду, озеро продолжит обмеление. Плюс исчезнет и рыболовство, и животноводство. Крах потерпят и природопользователи, которые на озере ведут свой бизнес и обеспечивают местных жителей работы и заработок. Останутся без источника пропитания все наши рыбаки. Причина масштабного обмеления одна – нерациональное использование вод, считают специалисты-водники. Аграриям следует от влаголюбивого риса переходить к другим менее водозатратным культурам и максимально экономить живительную влагу. Данные показывают, что в следующем году, возможно, тоже будет такое маловодие, потому что вода сейчас накоплена на 2 миллиарда, на 2 с лишним миллиарда меньше, чем в прошлом году. Поэтому надо все рассчитывать, чтобы воды хватало и ирригации, и экологической системы, озерам. Обмеление или высыхание вот этот комбайс будет катастрофой тоже как. Цель одна – накопить миллиарды кубов воды в полупустых в Шардеринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе и добиться результативного консенсуса на предстоящем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Между тем, обмеление водоемов – серьезный удар по экологии и здоровью населения. Органы дыхания первое место по Центральной Азии. По ВОЗу первое место держим по заболеваемости. Дальше будет мочекаменная болезнь первое место в республике и в Центральной Азии. Это данный ВОЗ подтвердил. Первое место по анемии. От Сардери питаются порядка 60 миллионов жителей пяти государств. И проблема дефицита воды затянется, если страны не придут к компромиссу, считают эксперты. Жители местных аулов надеются на оптимистичный исход заседания Межгосударственной комиссии. В противном случае уникальному озеру не избежать судьбы Аральского моря. Шерипас Актапова, Угар Саймасаев, телеканал «Атамикен Бизнес», Злодинская область.